Долгожданное продолжение. Власти выделили деньги на строительство трассы в сторону Алтайского округа. Электронный кондуктор, когда в новосибирском транспорте появятся онлайн-кассы. Нужно больше зелени. Ученые назвали основные причины загрязнения и предложили план борьбы с пылью. Зритель программы ДПС стал участником ДТП, в котором второй автомобилист решил скрыться. Инцидент попал в объектив регистратора и теперь мужчина с помощью телезрителей и инспекторов пытается восстановить праведливость. На кадрах отчетливо видно, кто именно спровоцировал ДТП на кольце площади энергетиков. Водитель автомобиля Toyota Highlander белого цвета с госномером 723 резко повернул влево. На этот маневр не успел среагировать наш герой, его машина врезалась в грузовичок. Если вы знаете владельца Highlander или стали свидетелями этого ДТП, позвоните по телефону 8-913-943-3604 либо 232-1300. За прошедшие сутки в регионе не было зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими людьми, поэтому в сводке расскажем об авариях, в которых повреждения получили только машины. Мерседес и Мазда столкнулись на парковке у торгового центра. Джип выезжал на небольшой перекресток. Водитель не предоставил преимущества проезда Демия. В результате у хатчбека оторвалось зеркало, появились вмятины на крыле и боковой части корпуса, а у внедорожника деформирован бампер и изогнут капот. Два водителя Яндекс.Такси спровоцировали аварию на Красном проспекте. Оба Соляриса двигались в попутном направлении, в сторону площади Калинина. Внезапно водитель белого Хендая начал поворачивать направо, причем из второго ряда. Таксист на черном седане вывернуть руль не успел. Из-за спору по вине участников пришлось вызывать инспектора в ДПС. Мужчина на Volkswagen притормозил перед светофором на Фрунзе. В этот момент из соседней полосы начал выезжать Исудзу, водитель которого не заметил помеху. А затем предпринял экстренное торможение. Но было уже поздно. Крызовичок врезался в заднюю часть джипа. От удару Исудзу развернуло. На месте ДТП образовалась многокилометровая пробка. Владелец Chevrolet невнимательно посмотрел на информационные щиты, установленные на Шамшурином. Поэтому выехал на перекресток под знак «Уступи дорогу». Избежать столкновения с Астрой не удалось. У машин вмятины и царапины. Седан Kia Rio и пассажирская Toyota разбились с небольшой аварией в Кировском районе. По данным Аваркома в социальных сетях, водитель микроавтобуса превысил разрушенную скорость. Из-за этого не смог вовремя остановиться. Toyota врезалась в корейский седан. Задняя часть легковушки вряд ли подлежит быстрому ремонту. Из-за рискового похолодания инспекторы ДП спросят водителей с охраной в телефоне номер 112. Это оперативная сеть спасателей. Из-за низких температур пластик и резина в авто становятся хрупкими, шины могут потрескаться. А при разрыве ременей ГРМ откажут генератор, помпа и двигатель. В зоне особого риска грузовики, которые заправляют дизели. Если солярка некачественная, она может замерзнуть из-за выделения профина. Лучше перестраховаться и воздержаться от дальних поездок. Экипажи ДПС будут работать в усиленном составе. Инспекторы готовы помогать владельцам сломавшихся авто. Добавлю, из-за морозного тумана или клубов выхлопных газов на дорогах снижается видимость. Пешеходам нужно соблюдать особую осторожность, надевать одежду со световозвращающими элементами и переходить дорогу по правилам. Ну а при движении по обочинам направляться только навстречу транспорту. В маршрутках и автобусах намерены устанавливать онлайн-кассы. По данным перевозчиков, это произойдет уже летом. Счетное оборудование нужно для контроля доходов транспортных компаний. Ведь некоторые нечистые на руку шоферы не отдают часть прибыли руководителя. По словам директора одного из депо Михаила Большого, каждый водитель не довозит около 10 тысяч рублей в месяц. А появление касс в салонах позволило бы вести точную бухгалтерию. Да и с точки зрения закона это вполне оправдано. Пассажир должен оплатить проезд, а водитель выдать билет, который, отмечу, является страховкой на случай аварии. Не будет талона, налоговая инспекция может назначить штраф. Одна касса будет стоить примерно 30 тысяч рублей. Антитабачный закон, возможно, будет распространен на водителей. Им запретят курить за рулем. Якобы это не только пропагандирует употребление табака, но и влияет на безопасность. Рука ведь занята сигаретой. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Они говорят, на курящих водителей можно выписывать такие же штрафы, как и за разговоры по мобильному телефону во время поездки. Сейчас за это наказывают полуторами тысячами рублей. Дмитрий Свящев, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, пояснил, цитирую, «Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. Это дополнительно создает напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов. Угрозу жизни людей в этом случае они несут одинаковую». Конец цитаты. К смарт-остановкам будут предъявлять новые требования. Отныне умные площадки должны быть оборудованы тревожной кнопкой. Система распознавания речи и осветительными приборами. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава Новосибирска. Добавлю, сейчас в мегаполисе три таких остановки. На Ленина, у Филармонии и у ЦУМа. До 2023 года появится еще шесть. Их создадут к открытию молодежного чемпионата мира по хоккею. На всех объектах установят видеонаблюдение, USB-разъемы для телефонов с системами Android и iOS, а также модули Wi-Fi. Наличие мониторов с расписанием пассажирского транспорта обязательно. По данным мэрии, все остановки будут сделаны из антивандальных материалов. А внешний вид конструкции должен вписываться в архитектурную концепцию города. Строительство трассы в сторону Алтайского края продолжат уже этой весной. Власти выделили больше 2 миллиардов рублей. С наступлением тепла специалисты начнут работы на восточном обходе. Эта магистраль должна будет разгрузить выезды Новосибирска и соединить северный обход с Чуйским трактом. Протяженность дороги составит 80 километров. Первый участок от Академгородка до региональной трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий начнут достраивать уже в ближайшие месяцы. Напомню, проект был временно заморожен из-за отсутствия финансирования. А до 2023 года дорожники планируют закончить и четвертый этап стройки до границы с Алтайским краем. Открыть новую дорогу могут в 2028 году. Эксперты назвали причиной загрязнения воздуха в Новосибирске всему виной износ дорожных конструкций и песк-соляная смесь, с помощью которой борются с гололедом. 50% загрязнений воздуха именно из-за этой смеси, 40% – это износ бордюрных камней, тротуарной плитки и только по 5% приходится на стройки и выхлопные газы. На самых крупных улицах города, таких как Большевистская, Красный проспект, Ипподромская и Богдана Хмельницкого, концентрация пыли превышена в 100 раз. Ученые рассказали, что мелкие частицы пыли вместе с алюминием оседают в легких человека. В организм тех, кто живет или работает вблизи крупных дорог, проникают еще оксид марганца и железа. По словам экспертов, песк-соляную смесь нужно полностью заменить на бионорт. Реагент уменьшает объемы снега в 2,5 раза и экологически безвреден. Также стоит поднять бордюры и увеличить озеленение вдоль дорог. Самый экономный вариант реконструкции обойдется в 262,5 рубля за квадратный метр. Чиновники пояснили, что таких денег в бюджете города пока нет. Добавлю, бороться с пылью на улице города в этом году будут 13 вакуумных машин-пылесосов. Раньше их было только 7. В сеть попало видео, герой которого – новосибирский лихач, попытавшийся проехать по пешеходной зоне. На кадрах видно, как водитель внедорожника объезжал пробку по тротуару. Но, увидев металлическое ограждение, вернулся на проезжую часть, чуть было не задев попутный кроссовер. Позже автомобилист снова выехал на тротуар и отправился в сторону правого берега. Комментаторы в социальных сетях назвали такого мужчину «торопыгой». И еще один новосибирский лихач попал в объектив камеры. На этот раз гонщиками оказались водители троллейбусов. Шофер 23 маршрута попытался обогнать попутный электробус, водитель которого в ответ только прибавлял скорость. Оба шофера забыли, что контактная линия у них общая. Как результат ДТП. Информации о пострадавших нет. Но добавлю, за прошлый год в городе произошло 125 аварий с участием общественного транспорта. 6 человек погибли и 163 получили травмы. За январь 2019 года в Новосибирске зафиксировано уже 7 ДТП, 12 пассажиров травмированы. В Италии оштрафовали велосипедиста, который передвигался по городу со скоростью почти в три раза превышающую максимальный предел. Дорожные полицейские задержали гонщика. Он модифицировал велосипед, установив акселератор. Итальянец гонял на велобайке со скоростью 60 км в час, хотя разрешенный максимум для велосипедов в три раза меньше – 25 км. Иначе средства передвижения рассматриваются уже как мопед. Тогда на нем должны быть госномера, а у владельца права специальной категории. Полицейские конфисковали велосипед и выписали мужчине штраф в размере 5000 евро. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте прислать свои истории, вопросы и видеофайлы на почту dps.otest.sobaka.mail.ru. Адрес указан внизу экрана. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»